Добрый вечер, друзья! Меня зовут Бутон Никита и я хочу поговорить с вами дальше про теорию сознания, теорию нейронной сети. О чем я хочу сейчас поговорить. Вот я сейчас шел по Нароковой улице, пересекал мойку, иду в такой помойке в слабый ветерок, соответственно от дома лежит Пушкин, и значит направление северо-восточное. Он поднимал такую рябь, и вода была совершенно темная, и вот эта рябь, она прямо в меня вкладывалась. Она была не на воде, а она была прямо вот здесь, и она так приятно как бы щипала и не то чтобы успокаивала, а снимала на движение накопившееся за день. Я подумал вдруг, что вот оно, вот оно действие глядения на воду. Я подумал, что мы все хорошо знаем о известных примерах, христианских примерах медитации, медитации на воду, и я подумал как неправильно, пользуясь неправильной теорией сознания, или вообще обходясь без нее, монахи глядели на воду, на воду, на гладь озера, допустим, и останавливали поток своих мыслей. А что неправильно вы скажете? А что правильно вы скажете? Давайте разберем, что вообще происходит, когда мы смотрим на воду, что происходит с нашей нейронной сетью, почему медитация на воду так была распространена, и что надо делать в действительности, когда мы знаем, как работает нейронная сеть, какие техники надо применять, чтобы правильно, и к чему они, кстати, приведут. Раз все техники, которые мы наблюдаем и декларируем, что они были неправильные, к чему приведут правильные техники. Мы идем совершенно чисто в поле, оказывается. В поле, в котором должно было пройти тысячи, а мы десять дней. Поехали. Итак, вот монах смотрит на воду, ему сказали медитировать, смотря на гладь озера. Положено, что эта гладь совершенно без ветерка, какая-то ряль может быть. Он смотрит, пытается успокоить свои мысли. Что он делает? Он, естественно, бросает вот этот видеоряд на свой первый экран. Напоминаю, первый экран – это экран визуального спеца. Он уже видит этот озеро, он туда бросает. Но на первом экране, как мы говорили, появляются еще и наши мысли. Монах ведь чем-то раздосадовал. Его поругал учитель. Он увидел прекрасную женщину и попытался запретить себе желать ее. Он начал себя обуздывать. Ослик у вас покрылся и камень, который вылетел из-под ноги ослика, больно ударил его в глаз. Ему до сих пор больно. Он зол на ослика. Очень жаркий день был сегодня. Его кожа немножко сонит от этого. Но и о коже он думает, он думает о том, что вот был жаркий день и как бы хорошо было бы сейчас после медитации полежать в прохладстве. Вот эти все мысли проносятся по первому экрану и попадают они на пустое пространство воды, спокойное. И нам надо поверить, что каким-то образом эти мысли станут успокаиваться. С чего вдруг они будут успокаиваться? Он может смотреть всю жизнь на эту воду. Эта вода на первом экране, она не будет вызывать никаких эмоций. Правда. Ну если только он не рыбак. Но она будет прекрасным полотнищем, прекрасным формом для всех мыслей, которые проносятся у него по первому экрану. Значит, вот эта медитация на воду, она дает какой-то эффект. Правда, совсем не тот, который он ожидал. Он не прекращает мысливый диалог с самим собой, как он хотел. Но он может продумывать самую мыслью. Но мы знаем, что это можно делать бесконечно. И он хорошо, допустим, глядя на воду, получается решать методическую задачу. Потому что твои мысли, они не будут пересекаться с мыслями, вызываемыми визуальным рядом. И просто эта мысль будет проходить, чередоваться, сменяться с другую мыслью. И таким образом может возникнуть когниция, логическое рассуждение. А теперь представим, что монах, смотря на вот эту гладь озера, смотрит не глазами, а смотрит вот этим четырехугольником, которое условно ограничивается вот концом шеи, плечами и вот животом. Вот этим трехугольником, которым середневековые схоласты рисовали душу. Это второй экран. Это наши эмоции. И представим, что вот этот второй экран смотрит на эту спокойную воду. И вот тут совсем другое дело. Поскольку второй экран по сравнению, по отношению к первому является первым, то есть возбуждение нейронной сети, оно не отражается на втором экране, оно непосредственно со вторым экраном живет. Второй экран и нейронная сеть в каком-то смысле это одно и то же. И тогда, возможно, если мы смотрим на спокойную воду, смотрим вторым экраном, впитываем вот это успокойствие, руда, озеро, вот сюда, в грудь, естественно, мы первым экраном будем воображать, что мы в это озеро погружаемся, либо мы в него прыгаем, либо мы в него медленно входим, что вода обволакивает нас, естественно, мы успокаиваемся. И, кстати говоря, успокоившись, второй экран не будет бросать на первый экран никаких мыслей. И мыслепоток прекратится. То есть то, что Малах хотел сделать, достигается немножко другой техникой. Смотрением без взгляда. Может быть, поэтому, кстати говоря, в некоторых негативных техниках не сказано, что ты должен раз фокусировать взгляд, а это значит, что ты должен как бы не видеть, не смотреть на окна. И постепенно, может быть, монахи не все, а некоторые автоматически приходили к тому, что смотреть нужно вот этим своим вторым экраном. Но они не знали, как сделаны эти негативные сети. Поэтому это был чистый эмпирический опыт, к которому успешно приходили не все, далеко не все монахи. А мы, зная это, можем каждый это попробовать. Как дальше? Я сказал, что погладь мойки, она была не гладью, там была ряль. И она давала мне эффект больше, чем гладь озера. Как так? Очень просто. В нейронной сети на втором экране, вот у нас здесь, существует возбуждение. В конце дня это такое нервное подраги, вытражание, как звук. Вот этот звук. И просто впитывая гладь озера, впитывая неподвижность. Ну, мы растворим в этой неподвижности наше жужжание. Но я хочу предложить лучший способ. Взбивать. Взбивать это возбуждение, которое существует в рецептах нервной сети, вот у нас здесь, на коже. Другим возбуждением, контр-возбуждением. Это гораздо более эффективно, чем пытаться успокаивать. Ну, прекрасно знаем, что если мы успокаиваем, то по асимптосе будет задухать наше возбуждение. Ну, если мы сбросим это, прервем каким-то контр-возбуждением, контр-волной, которая по амплитуде, по фазе, по фазе находится на 180 градусов к первичному возбуждению, а по амплитуде повторяет его. Мы просто обрубиваем. Мгновенно обрубиваем возбуждение. И вот это и делает эта рябь. Я не говорю, что эта рябь это делает. Я говорю, что какая-то определенным образом подобная рябь мне показалась так сейчас. Мне показалось, что я стал... Я прямо засмотрелся на эту воду, на эту рябь. Я не мог отвести от нее взгляд. Но я, соответственно, смотрел не глазами, что там они видели. Я просто прилип к этой воде. Это был именно этот эффект. У меня срывалось все возбуждение дня. Вот эти мелкие-мелкие надержания, мелкие-мелкие голоды. И вот это интересно. И мы можем задать следующий вопрос. И что нас успокоит? Вот если мы смотрим и сидим на берегу моря, и слышим шум волн. Но вот получается, что он совершенно не успокаивает. Наоборот, шум волн, вот эти докатывающиеся лавы, они будут что-то разгонять в нас. Возможно, возможно, они будут разгонять воспоминания. И будут появляться воспоминания давно забытые. Может поэтому люди и любят находиться на берегу моря и ходить вокруг. Но это совершенно не успокаивает. И так вот, на заканчивание. Что я хотел сегодня сказать этой бессвязной речью. Что второй экран, это тоже наши глаза. И что древние техники прекращения мысленного диалога и успокоения работали на самом деле со вторым экраном. Это так задумано было. Но техники были утеряны. Корни были утеряны. И монахи применяли неправильные техники, смотря первым экраном. Не достигая ничего. Из того, что они хотели. Достиграя другого экрана. И так мы же можем применять эти техники. Мы можем сесть на краю бассейна. Вместо того, чтобы купаться, просто смотреть на вот эту рябь, которая обязательно будет рябить. Потому что там плавают люди и она не будет спокойной, эта вода. И воспринимать ее вот этим вот нашим прямой угольником второго экрана. И тогда наши вот эти заботы, наши усталости уйдут. И возможно применять другую рябь. Для того, чтобы создать другой эффект. Допустим, некоторого пробуждения утром. Мы можем смотреть на другую рябь, в другом месте. И быстро, быстро приходить в себя. Потому что вода, она как наша нейронная сеть. Как наш второй экран. Она живая, подвижная. И она буквально работает с нами. Спасибо. До свидания.